то есть мы записали гармоничные пары 1 8 2 7 3 6 5 4 9 9 но не всегда же гармоничная пара то есть а если другие например 2 единицы их отношениях мы можем также вычислить 2 единицы у них получается двойка таран но двойка это двойственно либо они вместе идут к какой-то цели либо как два барашка на мосту никто не хотел уступать если таран и тройка мужское начало и этот упорный да и этот стойки у них получается пятерка замкнутый круг вечная проблема решает одно появляется решили одну появилась если две тройки две тройки или двойка с четверкой или единица с пятеркой то вместе что у них шестерка то есть не полное доверие то есть недоверие ревность друг другу если как у вас вот двойка семерка двойка с пятеркой вместе семерка не посетливость то есть и вместе маленько накладно трудно и друг без друга никак как выходите в данных ситуаций но 9 это сам род велел мы как богом чтобы как раз за своих творцов создателей родителей оставить потомство очень просто каждый из нас создали четверо богов папа дал образ духа и крови и семя свое мама дала тело богородица джива дала душу а бог покровителя рода дал мудрость и совести четверо значит ну давайте на вашем примере тебя четыре бога создали и супругу четверо за них вы должны оставить потомство правильно а первый ребенок он первородный он принадлежит богу роду отсюда отсюда простая математическая 1 плюс 4 плюс 4 и того 9 то есть как бы гармония в детях это уже потом кто хочет будем говорить не 16 7 мир а сразу же может быть 256 7 мир тому надо потомственно круг иметь 16 детей и созидать будьте любезны то есть понятно да во взаимоотношениях то есть каждый ребенок к паре добавляется добавляется ну вот допустим у настены вы просчитали какая разница 8 то есть заметь у тебя семерка так у насти 8 7 до 8 что 15 это 1 плюс 5 6 то есть между насти и тобой постоянно будет что ревность присутствует ну я имею ввиду настя будет вас ревновать кому угодно я же говорю про вас про семью конкретно твоя двойка ее восьмерка дает единицу точку опоры то есть друг на дружку можно положить доверять доверять у него пятерка у насти восьмерка складываем 8 плюс 5 получаем 13 4 мягкие добрые нежные отношения то есть понятно да так же и со всеми последующими восьмерки артемку посчитали 5 5 до 5 у них единица у тебя двойка сына непоседливость поэтому он кому он больше папу слушает нежели тебя а вот оно на простых цифрах вы в своей семье можете это все просто просмотреть и вычислить то есть тут ничего такого нет то есть многие а чем докажешь я говорю да я никому ничего не доказываю я просто показал саму систему счета дал вам значение данных цифр а вы уже сами допустим познакомились с человеком ему столько-то лет просто узнали когда у него день рождения ну что потом просто открыточку поздравить да и просчитали его цифру зная свою его вы уже примерно знаете какие у вас будут взаимоотношения то что девятка гармонирует со всеми я уже объяснял но при этом вспоминайте девятка у нас еще что она гармонична у ней и плюс и минус как бы поедине соединены соединены отсюда у нас и отношения то есть нет одинаковых людей кто-то рождается в четные лета кто-то в нечетные то есть как их еще называют мужские и женские поэтому и взаимоотношения девятки с пятеркой допустим если года одинаковые ну допустим плюс с плюсом или минусом или минусом они что отталкиваются то есть между девяткой и этой пятеркой будет либо нейтральная либо постоянные какие-то конфликты проблемы а если допустим разные плюс с минусом притягиваются девятка будет гармонично дополнять пятерку то есть уяснили да но это мы потом будем все я понимаю это уже сразу же хватит себя мужем вот когда вы понимаете нельзя прочитать книжку изучив 2-3 буквы азбуки поэтому вы получили только чуть-чуть уже пытаетесь все глобально прочитать нет вы получаете только азы азами а дальше пишем тему жареческий скобочках его еще называют магический квадрат то есть здесь значение равнозначное маги потому что маг в переводе древле славянского древле персинского маг означает жрец то есть магия это жречество то есть в понятиях нету черной белой магии как книжки продают это черная магия это белая нету есть определенное древнее знание только одни используют это знание для помощи другим а другие используют это знание в свою выгоду так вот то та форма подачи знаний когда для помощи других это называлось белой магией когда для помощи себе и во вред другим эти же знания это называлось черной хотя сейчас уже будем говорить книжки серая магия зеленая магия красная магия то есть люди пользуются словами не зная их смысл то есть жреческих квадратов множество то есть вы будете с ними но мы начнем с самого простого то есть потому что сейчас изучаем как бы девяточку то есть волнокровную то есть вы себе сейчас зарисуете два одинаковых квадрата то есть я вам не предлагаю сейчас играть крестики нолики то есть хотя игра крестики нолики это то же самое гадание на квадратах кому повернется удача и при помощи какой силы то есть что преобладает вы рисуете два большие а большие может большие может маленькие чтобы два но не рядышком не рядышком я объясняю смотрите потому что мы вот здесь сейчас запишем цифры чтобы вы могли вот эти вот строчки направления подписать либо некоторые себе рисуют большой квадрат они как бы вписывают еще и в квадрат ну либо как сочетанием можете нарисовать два рядом а потом вы просто вынесите сочетание трех цифр ниже то есть и заполняется он в определенной форме посмотрите один два три многие говорят круто именно ход камин лошади ходят три но заметь четыре пять шесть вверх также от линии подняли семь восемь девять вверх также от линии четыре девять два три пять семь восемь один шесть вот это система заполнения квадрат почему таким образом заполнен квадрат потому что при сложении цифр по горизонтали по вертикали по диагонали сумма трех цифр вместе в любом направлении дает пятнадцать что сарийская оригинитика выдает как цифру шесть ну пятнадцать один плюс пять шесть поэтому шесть 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 вот это система очень будем говорить людей находящихся на низком уровне развития очень сильно пугает ой три шестерки число сатаны я говорю почему число сатаны а библии сказано игровую библию хоть раз открывали откровение и она богослова глава тринадцатая уже сразу же как бы пугает да стих восемнадцатый вот я чтобы вам дословно я не так на его но тринадцатая чтобы себя пометили восемнадцатую как бы проверяй что сказано здесь мудрость мудрость бывает какой-нибудь злой нет здесь мудрость кто имеет ум то сочти число в библии написано зверя секундочку а в библиях написанных на древнегреческом и особенно в апокрифах которые писались на арамейском это язык будем говорить палестины того времени там сказано число живущего но греки перевели живущий как животное а потом животное превратили в зверя но ниже сказано ибо это число человеческое правильно число его шестьсот шестьдесят шесть то есть число живущего вот этот квадрат определяет что дано живущему полное или неполное составление что он получил при рождении и выяснили да что человек получает при рождении а для этого мы запишем сейчас сочетание 4 9 2 можно ниже записать это у нас сила воли первая линия да первая линия горизонтальная 4 9 2 сила воли 3 5 7 это семейный уклад 8 1 6 это решение вопросов ну иногда говорят на современный манер на современный манер реализация общественных нагрузок но здесь же не только общественные то есть здесь система решения вопросов дальше вертикаль 4 3 8 твердых жизненно стержень твердых жизненно стержень иногда твердых жизненно стержень называют очень просто целеустремленность то есть раз в человеке твердых жизненно стержень есть значит у него есть какая-то цель да и он к чему-то устремлен дальше 9 5 1 или 1 5 9 без разности это благосостояние 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 не случается все а? реальное и духовное да, полное благо талант в котором рожденный человек находился 2 7 6 это у нас талант 2 7 6 талант диагональ 4 5 6 это любовь к ближнему любовь к ближнему любовь к ближнему 8 5 2 или 2 5 8 без разницы жизнь отмеченная богом то есть про человека у которого эта диагональ совпадает его еще называют любимчик богов если в квадрате вообще нет сочетания по 3 то есть ни одной триады нет это означает свободу выбора то есть если нет ни одной триады это означает свободу выбора да он сам как бы выбирает каким путем идти но заметьте откуда взялись такие трактовки с чего почему 2 7 6 дает талант ну заметьте 2 это упорство правильно 6 здесь скептицизм это опыт а 7 помните мы говорили лекохранитель божья помощь то есть опыт стремление божья помощь это у нас дает талант все просто гармония полностью внутренняя гармония упорство с которым стремится и четверка все обдумано по полочкам разложено это у нас и дало жизненности жить ну нежность любовь с элементами ревности это любовь к ближнему видите как оно то есть мы не просто я уже на арифметике вам говорил мы не просто пишем какие-то закорючки цифры под каждой цифрой под каждым числом есть образ единица это у нас точка опоры почему потому что это созидающая система гармония любовь созидание дают благосостояние то есть понятно что не просто цифры а вот образы вложили и уже тогда становится понятен смысл но почему почему людей запугали сказали что это сатанизм дьявольщина этим пользоваться нельзя потому что человек будет знать свое предопределение и тогда никто не сможет им манипулировать но их же принцип какой а многие познания и многие печали то есть клеили их чужеродное выражение много будешь знать скоро составишься а коммунистическая уже была переделано много будешь знать не дадут и как любил говорить один квдшник на каждого мудреца 9 грамм свинца но опять же не семь не пять а именно девять по полной гармонии хе-хе-хе-кается да это хорошо то есть все укладывается в голове знаете чем отличается русская рулетка от чекистской рулетки в русской рулетке один патрон в барабане нагана а в чекистской рулетке один патрон в обойме маузера знаете выяснили а теперь заметьте вы считали свою цифру жизни у нас там дай бог памяти был 1947 да 9 3 9 9 число это у нас получалось 33 что соответствовало 6 правильно да то есть вот это да все равно тогда кто-то родился и вот что делаем мы записываем цифры из этого ряда 1 9 4 3 7 9 есть тройки есть еще шестерку у нас вроде бы вот получилась 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 такая картина то есть не зная времени не зная времени мы можем сказать человеку что свобода выбора а если он родился в 11 часов вечера в 11 вечера то есть запомните полностью все цифры данного ряда вот сюда вносится по 1 ни 2 ни 3 вот он человек родился в 23 это соответствует 5 то есть если допустим 23 54 это у нас будет 5 14 да что соответствует 7 при расчете времени вот эти числа не используются вот эти числа не используются только вот эти и вот это но раз мы сказали просто в 23 значит мы еще добавили пятерку и двойку и сразу уже узнали время мы уже знаем что ему дано ой 5 5 извините я уже свое что-то считаю то есть вот пятерку потому что четвертая есть и двинца есть то есть ясно ну нет здесь исправь на 5 ошибка 14 это же 5 2 промежуточные цифры в расчетах времени они не используются для записи жирического квадрата то есть можете пометать промежуточные а если одинаковые валя ну ты же видишь я записал тройку здесь троек аж 3 штук это у нас в другой системе уже ну мы думали 1944 ну и пропускать там кого пропускать количество цифр то есть 44 здесь год будет значит здесь уже будет 34 здесь будет 7 может по порядку пишем все цифры ну вот он год 1943 ну там не пишется там пишется какая присутствует цифра и все там только по одной пишется ну извините 1944 не 43 допустим а 44 ну и что так а сюда и не пишем здесь пишется присутствие каких чисел а если 44 год это у нас для другого будет она имеет в том смысле если там две четверки то как бы четверка а еще раз четверка нет а они четверка в четверку влилась я ей говорю четыре она мне говорит четыре а оказалось четыре потому что там же четыре то есть пометили себе да что в квадрате временного рождения записываются все цифры все цифры в квадрате временного рождения записываются все цифры присутствующие при вычислении цифры жизни то есть понятно да и помежуточное тоже а также цифры а также цифры времени рождения а также цифры времени рождения без учета промежуточного а теперь столбиком 1 2 3 4 5 и так дальше единица единица это у нас энергия жизни единица это энергия жизни поэтому присутствует у нас единица присутствует и мы ее отмечаем есть одна единица двойка энергия других жизненных сущностей энергия других жизненных сущностей есть у нас двойка да а я поясню я все поясню других же ненасущностей да есть во времени отметили тройка тройка вселенская энергия жизни или как ее еще называют космическая энергия жизни здесь у нас ее смотрите сколько раз раз два три четыре то есть я отмечаю раз два три четыре то есть космическая энергия жизни при рождении ребенок получил четыре потока четверка каждая черточка означает один поток энергии вспомните юджизм чакровую систему зарисовали так вот эти цифры от одного до девяти они соответствуют девяти основным чакрам на которую при открытии поступает определенное количество потоков энергии уяснили да что не просто так дальше четверка творческая энергия смотрим здесь раз четверочка два четверочка два потока творческая энергия пятерка энергия любви смотрим здесь ее нет а во времени их аж две штуки два потока шестерка энергия интуиции и заметьте где находится шестая чакра у нас вот здесь ее иногда называют сердечной чакрой и человек что сердцем чует интуиция подсказывает да сердцем чует а здесь мы сердцем чуем так что у нас один поток есть дальше семерка энергия чувств то есть ее еще называют энергия лего охранителя то есть энергия чувств семерочка присутствует присутствует один поток восьмерка 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 при рождении была закрыта поэтому у нас потока нет стоит ноль а а а извиняюсь это называют энергия судьбы а на восточный манер ее называют энергия кармы кармическая энергия понятно да энергия судьбы и девятка энергия разума или как многие называют энергия интеллекта и здесь мы считаем раз два и вот мы получаем как бы энергетический пси-портрет данного человека энергия жизни одна то есть первая чакра ее приняла копчик двойка один энергия других жизненных сущностей то есть эта энергия ведущая вот может быть от другого человека от животного понятно да от призрака от духа от кого угодно где у нас находится вторая чакра уровень лапка да то есть так называемая половая чакра через нее передаются не только образы духа и крови да допустим от супруга к супруге но также передается сглазы порчи наговоры колдовство и всякая гадость и болезни и болезни как говорил наш начальник госпиталя все болезни от нервов только венерические от удовольствия сейчас лазарин оказался уже и венерические от этого самого от нервов ну там еще другой то есть вот мы еще просчитали определенную форму далее что мы делаем делаем мы следующее мы пишем следующую тему определение графика в жизненной и энергетической активности жизненной и энергетической активности то есть заметьте вычисления которые мы делаем это касается не только конкретного человека как многие это касается и природных это касается и городов и государств и держав и каких-то систем социальных то есть всего то есть мы просто на примере малой системы человека а можно считать на примере вселенной ведь не зря же говорят человек это микрокосмос а вселенная макрокосмос то есть малый космос и большой год во всем происходят определенные проблемы то есть определенные события то есть как правило для вычисления графика жизненно-энергетической активности используется перунов цены или как говорят цикл года юпитера юпитер там 186 87 ну иногда и за 12 уходит поэтому среднюю периодичность берут 12 лет то есть у нас маленько другие графики еду в нашей системе но мы и это тоже потому что он тоже соответствует допустим смотрите во франции французский еврей аптекарь настрадал следующее в далекой северной стране установится диспотечный режим который просуществует 73 года и 7 месяцев на мишель настрадал настрадал в своих катренах ну трактуют все по-разному но дело не в том что он там настрадал а в том как это восприняли другие то есть все вы фильмы видели про как делалась великая октябрьская социалистическая революция и в школе слова ленина повторялись неоднократно то есть когда он призывал социалистическая революция которая должна следовать следом за дужуазной и он говорил сегодня рано завтра будет поздно поэтому выступаем ночью почему заметьте где учился ленин он учился в университете потом перед этим он учился в гимназии так и люди которые были рядом с ним они же как тогда говорили были все сословные гаянского сословия купеческого и прочее ну купеческого или будем говорить промышленного тот же Сао Морозов здесь дело не в этом то есть а в университетах будем преподавали различные и нострадамуса и оккультные какие-то части они все все равно изучались хоть факультативно но изучались то есть были при университетах так называемые кружки по интересам и заметьте изучая эту систему ленин сказал фразу и многие что восприняли что не надо мешкать она вот совершать но там было все продумано до тонкости чтобы понять понять можно же будем говорить взять какую-то дату и там на нее сказать а вот будет то-то тот и человек не поверит то есть мы возьмем дату которая уже свершилась которую они вычислили как оккультисты я веду ленина компании при совершении революции чтобы воплотить то что предсказал нострадамус то есть не так переворот да на недельку на две и потом всех пересадили на всю оставшуюся жизнь хватит то есть для этого какая дата у нас 1917 18 тысяча видно нет много 1917 год месяц какой по старому стилю это по новому а не было нового стиля когда они считали 10 месяц 10 октябрьская же революция не ноябрьская и число какое было 25 25 они проводили собрание но бонч бруевич со компанией пришли в зимний дворец и когда охранник спросил кто там в дверь постучали открывай революцию он говорит ходит тут в два часа спать не дают революцию устраивать два часа ночи это уже двадцать шестое а раз в два часа временное правительство не вложено мы так и запишем так вот чтобы чтобы вычислить определенную систему вы должны для себя знать как строился сам принцип построения поэтому себе помните год умножить на сумму месяц плюс день нам даст что жизненную активность а год умноженный на произведение то есть числительное месяц и дня дает нам энергетическую активность вот перед вами вверху дата считайте то есть что вы должны сделать то есть 1917 умножить на здесь 36 и здесь 260 и гамов доску не загорожен старайтесь попозже быстрее чтобы быстрее успеть а время здесь не учитывая нет я просто два часа написал что когда это событие произошло а потом округляем по харийскому нет ничего не округляем они не пользовались харийской арифметикой ну сам подумай откуда иудей бланк по кличке Леночка Ленин мог знать корейскую арифметику кто ее бы преподавал как я уже сказал перуновцы цикл 12 лет 24 36 48 60 72 1 2 1 3 4 5 6 1 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 Вот мы получили два часовых ряда. То есть, заметьте, я поставил внизу периодичность. Нижний вектор, это у нас ось времени. Вот этот вектор направления, это уровень активности. Ясно, да? Здесь линия времени, там уровень активности на графике. Но 9, потому что 9 выше. И здесь чередование. И теперь смотрим. Сначала мы всегда изображаем уровень жизненной активности. 69 на 12. А? 69 на 12. Делаю сумму. Заметьте, вот первый цикл. 6. Я отметил. Провожу линию к изначалью. Потому что вот это событие у нас произошло вот в этой точке. Первая цифра это то, что произошло через 12 лет. Вторая цифра, то что произошло через 24 года. Ещё одна точка. Дальше 0. И потом 1, 2. Вот я нарисовал график. Всем видимо, да? Жизненной активности. Теперь, другим цветом, я уже сказал. Вот должны, кстати, разные ручки, разрешить. Я ставлю график энергетической активности. Через 12 лет энергетическая активность достигла уровня 4. Дальше через 24 года этого у нас ушло. Сюда. Через 36. Сюда. Сюда. Четвёрка сюда. Двойка. Вот она и на ногу. То есть здесь следующее. Жизненная активность. Это как для государства. Это народ. Ну, и жало чем живёт? Насчёт народа, да? А энергетическая, то есть информационная составляющая, здесь как политическая система. Выяснили? Поэтому, вроде бы, вот так вот даты сами по себе ни о чём не говорят. Но, себе запишите правило. Пересечение графиков между собой. Пересечение графиков между собой. А также сосевой линии времени. Графиков между собой. А также сосевой линией времени создаёт критические годы. Создаёт критические годы. А теперь давайте посмотрим, верно ли это утверждение. Смотрите. Когда у нас произошла революция? 1917 год. Вы видите, медленно после революции подъём, но через 12 лет наступает 29-й год. Да. И что? И рост пошёл, и достиг самого пика. Но этот пик превратился в критическую точку. А здесь у нас 1941 год. Критическая точка привела к чему? Войне. К войне. В результате чего? Смотрите, жизненная активность. Уровень жизни народа, жизненная активность народа пошла вниз до самого нуля. Так? И здесь у нас какой? 1953 год. Это и смерть Сталина. Это 113 дней правления Берии. Это власть Булганина. Маленкова. А потом это уже перешло и к Никитину Сергеевичу. То есть, видите, как бы... Пока народ восстанавливает жизненные силы, критическая точка на нуле, верхушки берутся за власть. А почему? А потому что, видите, политическая система, она на небольшом спаде. Ну, а заметьте, это 53-й, а осенью 53-й, 54-й, что происходит? Пленум, Никита захватывает, потом 20-й съезд, пульт личности, и все. Покатилась, 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 спад. Следующие 12 лет, это у нас 65-й год. Но 65-й, это у нас, когда начался в сентябре 64-го. А Октябрьский пленум 64-го года меняет Никита Сергеевича на Леонида Ильича Брежнева. Но, что происходит? Жизнь народа начинает повышаться. Видите, при Никите, уровень очень низкий. Начинает повышаться, но вся политическая система катится вниз. И приводит к какой точке? 77-й год. У нас же здесь что? Октябрь? Правильно? Октябрьский пленум. Здесь октябрь 77-й, в день еврейского нового года, считается, что Адам появился на земле 7-го октября по еврейскому календарю, принимает Брежневскую конституцию. Вот она, критическая точка, когда уже меняют даже основной закон. Помогло это? Нет. Кому-то помогло. Народ? Народ, видите? Дальше, в линии народа, как бы, ну, слушайте, народ начинает существовать сам по себе. Вне зависимости от системы. А система к 89-му году уходит вообще в критическую точку. Смотрите сами. То есть мы ничего не выдумываем, цифры горят сами за себя. Вот они события, которые были в жизни нашей державы. Вот их расположение. То есть не так, как любил говорить Черноморья, всегда хотели как лучше, а получилось как всегда. Просто заранее они знали, что, как произойдет. И поэтому вовремя что? Перекрасились из коммунистов демократа и остались опять на вершинах. Почему они не глупые люди, да? А? Не глупые люди. Конечно, не глупые. А кто сказал, что они не глупые? Далее. Пишем. Как под тема. Я еще не сказал, что 53-й, вот видите, политическая точка. У нас, правда, не говорят про великую... Стараются замолчать великая русская революция 27-го, 26-го, 27-го июня 1953-го года. Когда Георгий Константинович Жуков, вот портрет у нас, две танковые дивизии и полностью захватил власть. То есть, весь будет быть аппарат был арестован, Берия был расстрелян, застрелян, а потом процесс над его двойником устроили, якобы на цене Берии. Но это уже дело другое. Так, пишем, как под тема. Судьбоносные годы. Судьбоносные годы. Судьбоносные годы называются. Судьбоносные годы называются. Те годы. Когда внутренние процессы приводят к изменению жизненного пути. И заметьте. Ничего просто так ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Поэтому, судьбоносные годы, вот это уже сказал, они указывают, как мы их просчитаем, допустим. Смотрите. 1917, это у нас девятка, правильно? 26, 10, тоже девятка, в сумме девять. То есть, здесь судьбоносные годы будут идти каждые девять лет. Я просто на простом примере показываю. То есть, судьбоносные годы будут. 17, то есть, когда это произошло. 17 плюс 9. 1926. 1935. 39 лет. 1934. 1953. 1962. 1971. 1980. 1989. 89 89 потом 1998 дальше ну вот мы до 89 нашли и заметьте 35 год что у нас было в 35 репрессии 44 окончательно перелом войне 53 смерть сталина 62 перелом сознания народа что устроил новочеркасск расстрелы рабочих дальше 71 год тоже внутренние процессы прошли так что опять перелом сознания 80 год опять перелом сознания то есть на перелом начал назревать за счет чего а иностранца наехала же олимпиада был то есть но весь со спортсменами и туристами же и шпионов просветители понаехала 89 год здесь 80 можно еще помимо олимпиады назвать войну то есть начало будем говорить амганистан декабрь конец декабря это альфовцы а войска то начали вводить то уже с первого января 80 89 заметьте и еще мог себе можем записать если судьбоносный год совпадает с критическим если судьбоносный год совпадает с критическим он считается опасным для жизни ну 89 пересеклись 53 то есть страна была на грани полной гибели то есть но это мы посчитали потому что здесь гармоничная чередование году если вы допустим берете другую это то событие которое повлекло все если формирование государства да 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 это в ингредиенте все вместе ну допустим сейчас цикл закончился то есть я возьму просто год победы год победы великой сибири во второй всемирной войне да ну как у красная армия она же 29 октября все прекратила существование ну как либо были окружены попали в плен либо были уничтожены и только пока жуков сибирские дивизии не развернул а то и москова охранять некому сорок пятый год складываем 1 на 9 10 19 19 1 на 9 значит следующий год будет 1946 складываем 10 20 2 тысяча девятьсот 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 восьмой складываем далее 17 8 1990 Здесь 16, 7, 1967, опять складываем. 23, 5, 1972, опять единица. 1973, опять двойка, 1975, и так далее. То есть принцип понятен счета. То есть все цифры между собой складываем и полученные добавляем к этому году. И вот мы получаем судьбоносные годы, когда внутренние процессы приводят к изменению жизненного пути. Ну, это мы будем говорить большими цифрами. А есть же более мелкие внутренние циклы, так называемые, наверное, вы все слышали, циклы жизни, так называемые биоритмы. То есть многие даже, наверное, раньше делали распечатки, физический цикл, эмоциональный, интеллектуальный. Три. Почему три? А что, больше процессов в человеке не происходит? Происходит. То есть вы на первом курсе, допустим, будете изучать пять. Плюс психокинетический астроментальный. Чтобы знать, если кошмары снятся в определенное время, то почему? А потом, в совокупности, это все и соединяется. Но это мы будем все записывать. То есть, ну я возвращаюсь еще к этим, внутренние процессы, внутренние вибрации. То есть, это все колебания, которые проходят даже мимо сознания. Ну, допустим, как простой пример. То есть, многие из вас, наверное, замечали. Я подошел, что-то спросил, вы ответили. Я пошел дальше, а вы потом сидите и думаете. А к чему этот вопрос относился, непонятно. Да? Бывает такое. Либо очень странный, либо одно из двух. На самом деле, все просто. То есть, у наших предков, особенно у жрецов, была определенная система структурных образов. То есть, образ, который вызывает в человеке определенный ответ, определенную структуру. Человек даже не задумает. То есть, простой пример. Каждый из вас, составьте свои собственные образы. Я вам просто приведу пример, и вы потом сами будете узнать, и не пользуетесь. То есть, вам надо представить образ. То есть, во-первых, нравится чайке или нет. Потом, каким вы себе представляете коня, лошадь. Это может быть даже, ну как, с крыльями, там, с пегасами, или еще что-то. И, что для вас, что для вас море, образ моря. Это может быть спокойность, шторм, там, в глубине, там, под водой, с аквалангой. Ну, это ваше. Я его просто не знаю. То есть, вам надо представить сейчас три, быстренько, три образа. То есть, не надо выдумывать что-то. Я говорю, отношение к чайку. Не нравится. Не нравится. Валя? Не нравится. А? Не нравится. Вале нравится. Тебе? Не нравится. Тебе? Нормально. Тебе нормально. Равнодушно. Равнодушно к чайку. Нормально? Нормально, только не получится к влазить. Ясно. Отношение к чайку. А? Негативное. Негативное отношение. А? Шикарное. Шикарное. Дальше. Пойдет. Пойдет. Нравится. Нравится. То есть, напомните, отношение к чайкам, это отношение к женщине. Вале нравится. Здесь не нравится. Это так себя завалировано. Не нравится. Кто-то равнодушен. У кого-то женщина по помойкам лазит. Образ. То есть, меньше смотри в окно, как бомжики лазят по помойкам. Попробуй увидеть в женщине не только помоешь лиц. У меня первый ответ был такой. Я тоже сказал, чайки хорошо тут по помойкам. Не, а мне так кричат сильно, что тут. Ну, женщина. Так. Образ. Лошади-конец какой? Что-то нравится. Да, ну, нет, не что нравится, а какой. Лошадь, конь, ну, нравится. Рыжий. Рыжий. Большой. Э, ну, вот. Видишь, уже образ. Рыжий. И идет в гору. Огонь с большими крыльями, на которых может течь между галактиками во всех вселенных. И большой друг. Друг. А еще в страсте. Огонь. А? Нет. Мне не на, хорошо или плохо. Мне на, какой образ. Другой черный, 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 длинный, худый, такой, речевый, скакун. Ясно. Ну, это, как, скакун, как они, вот, белые, там, эти, яблоками, похоже, он такой расчесанный. Единорог, который пасется чаще. Ясно. Светящийся. Цены поджарить сильные. Ага. У тебя? Красивый расад, который где-то, когда-то будет сидеть. Так. Прекрасный, гармоничный. Чипос. Ага. У тебя? Серый яблок, так и устроенный, эрроличный вообще. Находится. Он не такой мощный, на котором яблоками, так вот, образ коня, это образ мужчины. Как вы его видите? То есть, допустим, у Юры единорог. Единорог – это человек в загадках, мужчина в загадках, который за внешней своей спокойностью скрывает мощные таинственные силы. У двоих в белых яблоках. Ну, или серых яблоках. Это, то есть, светлых, темных яблоках. То есть, это человек разносторонний, который умеет, как образ мужчины, умеет делать все своими руками. То есть, здесь чисто внешние, эмоциональные мужчины такие, экспрессивные и прочее. Вот, парочные силы. Нет, это не я. У меня огонь с крыльями. Ну, а это и есть огонь. То есть, стремительно такой, несущийся куда-то, зачем-то не. Парящий. С крыльями – это парящий, то есть, оторванный от земли. То есть, он летает. Нет, почему, он реальный, но он летает в облаках и иногда забывает, что он на земле-то, точка опоры. Я же не зря говорил. Рожденный полгод не пута все новолетные площадки. Так. Ну, их очень много. Ну, давайте еще. Ваше любимое море. То есть, как вы себе представляете море, которое для вас наиболее приятное? Спокойное. Шторм 9 баллов. Все, все, хватит. Шторм 9 баллов. Спокойное, весное, солнце, погодное, голодное. Спокойное. Спокойное. Спокойное, навыкратимое. Как? Спокойное, ну, лепинчики. Ага. Так. Не знаю, сверху спокойное, видишь, в глубине. А, тебе глубина, да? Подводная. Небольшая приборка. Так, прибор. Не рад ли, такой, такой. Так. Необъятное, синий. Нет, я не спрашиваю цвет. Какое? Необъятное. Ну, необъятное, а еще? Ну, разное. Спокойное. Любое, вот именно на закате оно сходит. На такое. Вот, прям, прям. Под солнечными лучами, как играет. Перегреваешь. Не, так же спокойное. Так вот. Вопрос в отношении моря, в вашем сознании и подсознании, это ваше отношение к любви. Какое вы воспринимаете любовь? Спокойное. Здесь шторм, 9 баллов. Здесь, будем говорить, на закате, то есть в радужных таких сияющих тонах. То есть будем говорить романтическая любовь. Здесь, как бы, любовь более приземленная, обычная, но в то же время спокойная, утешающая душу. Здесь разнообразная, здесь, как прибой, это прикосновение к любви. То есть, чтобы она не надоедала. Прикоснулась и по той сторонке. Прикоснулась и по той сторонке. Там больше разнообразия. То есть, у кого-то феерическая любовь. То есть, в отблесках, в переливах. То есть, ясно, да? Вот так вот, если бы я обратился, просто подошел, твое отношение к любви. Первая реакция человека, что? Стопа! Бум! Почему я должен рассказывать, да? О своих ощущениях, о своем видении любви. То есть, сознание сразу же заблокирует. Не даст проявиться. Поэтому, у жрецов и существует богатейшая система. Отношение к белкам, к медведям, к лисам, к джайцам и прочим. Люблю животных. Ага, сейчас. Береживотных. Не только береживотных. Даже, если я тебе говорю, какой-то хочешь построить себе дом, ты не скажешь, вот дом будет такой, такой, такой. Я оттуда получу совершенно другую информацию. Понимаешь? А что ты любишь кушать? Человек говорит, а я люблю вот апельсиновый сок, да, или там кто-то томатный сок. Кто-то хохол бисал амре. Понимаешь? То есть, понимаете, я из-за этих ответов, которые вы ответите, я получу информацию и получаю, о которой вы даже не догадываетесь. Ведь я же вам не зря рисовал руны. Руны это тайный образ. Я составляю вопрос так, что у меня там ставлена руна. И ваше подсознание на руну отвечает руной. Руной закрытой. Но я знаю, как ее расшифровать, поэтому я вам и разъясняю. А еще в слове мудрости, вовсло или мудро, говорилось, что во древних рунах скрытый смысл. Скрытый смысл. И в древле всем напоминание. Удел незрячих лишь глагол. Удел всевидящих молчание. Поэтому я выслышал и молчал слово. Это я вам, как пример, сейчас рассказываю. Но я же не буду говорить вам все, что я из вас выудил. За все это время, что я с вами общался. Зачем? То есть, вы из того, что вы сказали, вы, может, даже многое не знаете о себе. То, чего знаю я. Но мне это для чего? А мне это надо для того, чтобы каждому найти подход, ключик, чтобы объяснить более доступным языком, когда вам трудно что-то понять. Только для этого. Ясно, да? Потому что через что у нас происходит что? Вот че, а как в этой ситуации поступить? В этой. Но для каждого же данная ситуация по-разному. И я говорю вам так, как наиболее близко вам. То есть, а откуда? А ответ на этот вопрос я взял у вас. Он в вас находится. Если я дам что-то свое, вы будете сидеть, думать. А подойдет мне это или нет? А когда я вам говорю то, что вам подходит, и ваше сознание воспринимает, а подсознание говорит, да, у меня точно такой же ответ, и вы пользуетесь, и у вас все срабатывает. Все становится на свои места. Вот для чего. Многие говорят, а как это все выучить? Да очень просто. Ну, 30 лет учились, давай, и ловитесь. Проблема, что ли? То есть, понятно, да, пометили себе, что, чайки? Это отношения к женщинам. Кони? Это мужчины. Море? Это любовь. А белки? Нет, а это я не скажу. А деньги это что? Я хоть раз к кому-нибудь говорю про деньги. Откуда у тебя деньги, ты их где берешь? А у меня ассоциация какая? Нет. Белки, ногам, ну, какого отношения есть. Капуста еще, шевелюшка еще. Так, пишем. Жизненные циклы. Все, видите, мы откликаемся. Жизненные циклы. Первый. Физический. Он повторяется с интервалом в 23 дня. Он повторяется с интервалом в 23 дня. 23 дня. Из них в положительной зоне он будет 11 дней. В отрицательной зоне 12 дней. Я объясню, то есть. Смотрите. Биоритм. Вот. График. Вот. Понятно, да? Он потом продолжается. Но вот здесь, если мы берем 23, вот здесь будет 11 суток. А вот здесь будет минусовое. Вот это плюсик, вот это минус. Он будет 12. Ясно, да? Следующий. Эмоциональный цикл. 28 дней. Здесь поровну. Периодичность. Плюс 14 и минус 14. Интеллектуальный цикл. 33 дня. Здесь 16 дней он проходит в плюсе и 17 в минусе. 17 в минусе. Мм? 17 в минусе. Не понял. 17 в минусе, да? Да, 17 в минусе. 16 плюс и 17 в минусе. Ну, 16 до 16 в 32. И еще один. Понятно, да? Следующий. Четвертый цикл. Психокинетический. 54 дня. Психокинетический, да? Да. 54? Психокинетический. 54, да? Угу. То есть здесь 27 в плюсе 27 в минусе. В комочках. Плюс 27 и минус 27. И последний его еще называют астроментальный или как еще духовно-целительный. Он 84 дня. Духовно-целительский, да? Духовно-целительный. Астроментальный. Астроментальный через сферой и духовно-целительный через сферой. 84 дня. То есть, если физический цикл отвечает за ваше физическое состояние, да? Эмоциональный отвечает за ваше эмоциональную составляющую. То есть, эмоции, чувства, да? Интеллектуальный. Отвечает за воплощение идей. Техокинетический за воплощение мыслей. Астроментальный отвечает за сон. То есть, если мы смотрим в график, вот, периодичность. И вот дальше он так же пошел. Пока астроментальный вот здесь находится в положительной зоне, вы видите хорошее сон. Если находится в отрицательной, вы видите не очень хорошее сон, либо вообще сознание их блокирует, если вы просыпаетесь, ничего не помните, ничего не видят. Но вот эти вот критические точки пересечения, они создают, как бы, критические даты. То есть, и в эти даты могут сниться кошмары. Особенно, если психика не уравновешена. Ясно, да? Да, да. Далее. Некоторые сны считаются вещами. Поэтому считаются вещи и сны снятся с понедельника на вторник. Это был в советском? Ты беши. Правильно забыл? Сначала записываем, потом вопрос. Вещи и сны снятся с понедельника на вторник, с четверга на пятницу, в первую неделю полного месяца. Первую неделю, да? Да. И то, и другое, да, первую неделю? Вот. Причем тут то и другое. Когда наши предки эти записывали, не было ни советского, ни григорианского, ни юрианского, ни христианского, ни мусульманского, никакого календаря не было. Был только наш. Алиды, да. Поправляют числа Бога. Полный месяц, который 41 день, да? Ну, да. То есть, там нет. Полная неделя имеется в виду. Вот, допустим, неделя у тебя началась с четверга или в пятницу. Вот эта неделя не считается полной неделя. Уяснил, да? Первую полную неделю пол месяца, да? Да. То есть, дни, часть дней, вот там, допустим, среди недели, месяц начался. Нет. С первого. А месяц может быть любой, да? А? Месяц может быть любой. Да, вместе любой. Так. Так. Сейчас я это уберу. На переменении хорошенько на доску промыть, потому что писать еще вам предостаточно будет. Или сам. вы должны научиться вставить графики. То есть, как я вам сказал, если мы считаем на определенный день, на определенный день, вот он будет у нас, допустим, определенный день. А здесь мы уже как бы дни, месяц. И запомните, графики всегда, как вы родились, они все пошли вверх. И в данной периодичности они опускались. То есть, для того, чтобы прочитать свои биоритмы, вы же не будете всю свою жизнь, у кого-то, будем говорить, 20 лет, около 50 лет, рулоны, километры бумаги просчитывать. Для этого вы делаете что? Вы считаете, сколько вам и прожито лет. Понятно, да? То есть, допустим, дней, вернее, лет были. Ну, лето тоже. Плюс, посчитали, 18, допустим, там, 20 лет, 25, умножили на 365, получили определенное количество дней, добавили дни високосного года, так, и потом дни, вот, от вашего рождения до вашего рождения вы просчитали, да? И плюс, сколько после вашего дня рождения еще дней прошло, и вы получите общее количество цифр. То есть, прожитых дней на момент, который вы высчитываете. и потом, ну, допустим, у вас получилось, к примеру, к примеру, 10 210 дней. Так? Вы 10 210 дней ваших прожитых делите на 23, получаете число целое и получаете остаток дня. Вы делите 10 210 на 28 на цикл, получаете сколько было полных циклов и остаток дня. То есть, вам не надо сколько полных циклов, вам надо именно количество дня. Ясно, да? То есть, либо у вас получается 0, значит, график начнется вот отсюда вверх, либо, если у вас допустим, прошло 6 дней цикла. То есть, а раз прошло 6 дней, значит, график начался где-то здесь. 4, 5, 6. Он у вас уже отсюда, если это первый, пойдет 7, 8, 9, 10, 11. Раз, ушло, да? А если в остатке у вас, допустим, 15, но цикл первый, да? То есть, 11 прошло, и он у вас уже из минуса будет выходить, чтобы потом пойти от плюс. Выяснили? Все просто. То есть, также делим 33 и делим 54 и 84 и мы получаем конкретные даты. Выяснили? То есть, мы потом еще более подробно вернемся. Так вот, заметьте, пересечение графиков, помните, я говорил с осевой линией времени, когда мы график жизненный энергетический. Здесь тоже любой график, который пересекает осевую линию, вот здесь положительные дни, отрицательные, здесь критические дни. Если три графика пересекли, то есть, надо уже побереться. А когда пять графиков, допустим, пересекают, считается, что это опасно для жизни дни. Понятно, да? То есть, поэтому надо думать. Разобрались? Дома на отдельном листочке. Дома на одном листочке. Вы сделаете график своих биоритмов с началом первого ноября, то есть, от первого ноября до тридцатого. Понятно, да? по клетушкам, да? Да, на месяц. То есть, все пять вы считаете. Уяснили? Вот и Если все три графика одновременно пересекают, да? А? Если все три графика одновременно пересекают, то есть, в одной точке, то это, как бы, критический такой день, да? Ну, ты можешь делать даже вот так. Ну, на одном и все в связи, на одну координатную вот, смотри, вот, физически, эмоционально, интеллектуально, психокематически и астроментально. Вот, допустим, на первое число у тебя вышли, да? здесь будет плюс положительно, допустим, здесь минус, здесь минус, а здесь может быть трефейская точка. Понятно, да? То есть, вот графики и показывают. Можно вот так расчертить, а все выводится с водной таблицей. Вот такие вот. То есть, вот они у нас циклы, вот у нас дни, и здесь мы уже, здесь будет второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое и так далее. То есть, лист, либо от четвертого формата у вас, либо простая цитратка в разворот. понятна домашняя задание. Так а вы на одной будете все пять рисовать? Не на отдельных. Именно на одной будете делать. Я об этом же и говорю. На этом на сегодня уроки закончено. Делайте внимательно и не торопитесь в том числе. На этом все.